Когда наступила новая эра и бывшие воры стали заниматься вымогательством и рэкетом, не все смогли принять это и жить по новым правилам. Кто-то протестовал и пытался бороться с новыми порядками, кто-то принял их и стал зарабатывать большие деньги, а кто-то, как наш герой, просто отошел от дел и сложил в себя полномочия. Родился он в 1963 в одном из абказских сел. В тех местах выросли и повзрослели многие криминальные авторитеты и молодому Тариеллу было с кого взять пример. Поэтому уже в 1982 произошло сразу два события. Первая судимость, результатом которой стал тюремный срок в один год за хранение наркотиков и коронация, произошедшая прямо в колонии. В 1984 Тариеллу был осужден на 4 года за кражу. Это случилось в Куйбышево. В местном исправительном учреждении его стали старательно ломать. Отправляли в карцер, содержали в одиночной камере, лишали сна. На выручку ему пришел старший брат, тоже законник, Константин Кочарава, кот. Он сумел, используя свое влияние и деньги, перевести родича в Грузию, где тот спокойно отбыл наказание. На свободу авторитет вышел в 1988. Вместе с братом они занялись воровством, и у них неплохо это получалось. Они регулярно отправляли греф в тюрьмы и во время конфликта между абхазами и грузинами поддержали голодавшее население на своей родине продуктами. Для этого ими было снаряжено два самолета из российской столицы. В 90-е, когда стали процветать новые виды теневого бизнеса, вымогательство, крышевание рэкет, Тарас решил не принимать новые порядки. Он добровольно отказался от своего статуса, при этом продолжал промышлять воровством, по-прежнему делясь средствами сообщаку. К этому времени его брата уже не было в живых. Его убили в ходе бандитской разборки. Несмотря на отказ от титула, Кочарава сохранил свой авторитет. Его уважали многие в криминальном мире. В нулевые Тариел отошел от дел и жил по-простому. К этому времени у него вылезли все старые болячки, накопленные за время тюремной жизни. В 2018 он умер от последствий этих заболеваний.